Жанн, здравствуйте! Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. В первую очередь хочу вас поздравить с прекрасным выступлением на чемпионате Европы. И, наверное, главный первый, думаю, у меня такой вопрос возник. Что вы чувствуете, когда в честь вас играет гимн Украины и поднимается флаг Украины? Ну, гордость за себя, за страну. Тем более, я уже не раз повторял о том, что я боролся в последний день соревнований, и последняя моя схватка была финальная. И не играл гимн всю эту неделю, в которой релились соревнования, потому что у нас были финалы, но все они были проиграны. И вот хотелось бы, конечно, чтобы он поднялся, флаг на первой ступени, и проиграл, конечно, гимн Украины. Поэтому я был удовлетворен результатом, и чувство гордости меня, конечно, одолело. Скажите, какие условия проходили на чемпионате Европы, как вас встретили там, и вообще, ну вот какая атмосфера была? Ну, самая обычная, в принципе, как и на всех чемпионатах Европы. Единственное, что нас там расселили, поначалу было четыре человека в комнате, как правило, мы живем по двое, но там все вроде как договорились, и мы жили троем в комнате. Вот, то есть мест не хватало в осенице. Ну, это единственный такой момент, который был не совсем приятен. А так, в принципе... А в зале какая атмосфера? В зале была хорошая атмосфера, много приехало наших болельщиков из Украины, поддерживали, как бы, и морально, и кричали поддержку. Вот, поэтому все было классно. Я хочу сейчас перейти к европейским играм в Баку, и у меня такой вопрос к вам. Когда вы уступили золотую медаль россиянину, какие у вас были тогда ощущения? Ну, проигрывать я очень сильно не люблю. В компании, что... Типоле так досладно проиграл, на самом деле, еще 3-2. Вот, по сути, судейское решение, там, в его пользу решило исход схватки. Вот. Ну, с другой стороны, может быть, без этого проигрыша не было бы победы, значит, на Тимира в Лос-Вегасе. Потому что я очень после этого повел большую работу над ошибками. Вот. Мы там выстроили новую тактику с тренером. И слава богу, что я... Получилось мне реабилитироваться непосредственно уже в США. Выплатили ли вам премиальные все, которые обещали вот украинским спортсменам, чиновники нашей власти? Да, выплатили. Осенью как бы поступило там какой-то банк, который отвечает за эти выплаты, начислили деньги. Поэтому уже эти вопросы финансовые с Министерством уже закрыты. Тем более нам подняли сейчас, в два раза подняли сумму призовых за Чемпионат Европы, Чемпионат Мира. Это положительный момент. Конечно, нужно поднимать еще в разы, потому что между первым местом на Чемпионате Мира и Олимпийскими играми, конечно, просто очень большое расхождение. За первое место на Олимпиаде 120 тысяч долларов, а за первое место на Чемпионате Мира 100 тысяч гривен. Мне кажется, что это несправедливо. Разница большая. Я думаю, все и многие слышали о том, в каких условиях вы живете. Как сейчас происходит? Продвигается ли что-то? Может быть, вам обещают, и когда все-таки случится, когда вам дадут обещанную квартиру? Это уже заезженный вопрос. Каждый стремится узнать, что побольше. На самом деле, у меня очень много людей, которые мне помогают и интересуются. Какие-то предпринимают действия для того, чтобы помочь. На кого-то пытаются выйти. Я вас уверяю, что когда что-то сдвинется, когда я буду иметь хотя бы ордер на эту квартиру, либо ключи уже непосредственно, то все об этом узнают, поверьте. Это уже как вы сориентируетесь. Я буду в своих соцсетях об этом говорить, чтобы уже все вдохнули с облегчением. Мы на это очень надеемся. Скажите, а что делает правительство и ваша федерация для вашего вида спорта? Потому что, например, в художественной гимнастике, общаясь с девочками, со сборной, те деньги, которые зарабатывают, они тратят себе на выступательные купальники. Они их сами оплачивают. Один купальник стоит около 1000 долларов. Вам выделяют какие-то деньги для спортивную форму, для того, чтобы вы нормально выезжали на соревнования и были обеспеченными спортсменами? Смотрите, дело в том, что греко-лимская борьба это не такой дорогой вид спорта, судя по купальникам, как гимнастика. Поэтому у нас трико стоит порядка 500 гривен. И хватает его на продолжительное время. Тем более нам как бы федерация обеспечивает трико постоянно перед каждым стартом. У нас соответствующая есть форма именно от федерации. Сейчас недавно от министерства мы получили тоже экипировку. О качестве говорить не будем ее, но сам факт, что мы ее получили. Ну и что касается, поэтому греко-лимская борьба, ею занимаются, как правило, люди с различным достатком. То есть даже дети начинают заниматься, она не требует особых затрат у родителей, потому что по сути для начала ребенку нужно только, не знаю, шортики, маечка. А к тому же по ходу его карьеры уже он приобретает вещи более профессиональные, как борьцовки, трико и все остальное. Поэтому в плане экипировки у нас намного легче. Мы в принципе всем обеспечены, тем более первые номера, которые везем на соревнования, они однозначно обеспечены. У нас президент федерации Олег Кравченко, он к этому вопросу относится очень щепетильно. Что касается выезда на соревнования за рубеж, как бы дело в том, что у нас нету таких вот, как в гимнастике, там, этапка Кубка мира и всего остального. То есть мы ездим, как правило, в чемпионат мира, чемпионат Европы и плюс пару турниров в год. И смотря куда уже, может турнир быть в Венгрии, допустим, в которой можно съездить там на том же поезде, а может быть турнир там, ну не знаю, но очень далеко, как правило, мы не выезжаем, не влетаем. Поэтому в этом плане проблем особых нет. Для тренировок у нас все хватает, всего, потому что нам, по сути, только нужен ковер. Вот и все. И хороший спарринг-партнер. Нам не нужно там, как бы, там, где вся атрибутика, булавы и все остальное, либо как в спортивной гимнастике, там, инвентарь специальный, дорогой. То есть нам главное, чтобы быть рядом человек, который может тебе противопоставить, ну, дать тебе хороший отпор, чтобы ты на нем тренировался и рос. Скажите, Жан, а лично вам предлагали переехать и выступать в других странах, за какую-то другую страну? Ну, я уже говорил, об этом не раз предлагали, да. Вы все-таки остаетесь в Украине. Почему? Ну, потому что я готовлюсь к Олимпийским играм. Выступать забуду за Украину. У меня есть лицензия, я ее лично заработал. И я не вижу смысла переходить. Я хочу реализоваться на Украине, как спортсмен. То есть я для Украины уже выиграл два европейских чемпионата, чемпионат мира, вот, и планирую выигрывать чемпионаты Олимпийских хитов. Что будет после Олимпиады, время покажет, будет видно, как пойдет моя жизнь спортивная. Скажите, все чаще в интервью и тренеров украинских и спортсменов я слышу о том, что после Олимпийских игр будет массовая эмиграция спортсменов. Даже сейчас это есть, но вот после Олимпийских игр, наверное, это произойдет какой-то поворот в спорте украинском. Как вы думаете, что будет? Ну, вполне возможно. Я не знаю по объему этих переходов, но думаю, что некоторые спортсмены перейдут, некоторые известные спортсмены. Потому что... И лидеры, да. Есть разные причины перехода спортсменов. Некоторые просто не выдерживают конкуренцию. Допустим, у нас по вольной девочке, говорят, много девочек переходят по вольной борьбе. На самом деле они переходят, потому что у нас очень сильный, очень высокий уровень вольной борьбы у девочек. У нас они как бы постоянно занимают первые места на европейских чемпионатах. И поэтому для того, чтобы куда-то этой девочке вырваться на какие-то соревнования и показать результаты, ей нужно переходить, за другую сборную выступать. Вот. Это как бы не связан с... Ну, этот переход не связан с ситуацией в украинском спорте. Другое дело, когда переходят лидеры, которых вывозят, которые приносят медали постоянно, это уже другое. Значит, просто их не удовлетворяет отношение государства к ним. Вот. Поэтому тут уже, да, нужно рассматривать этот момент с той стороны, что, видать, как бы не уделяет достаточное количество внимания этому спортсмену. Да, с чего начинается ваш день? Вот ваш день, а потом тренировочный день. Вот с чего начинается? Просыпаюсь, там, кушаю, собаку уголиваю. И потом потихоньку уже, там, ну, я приблизительно знаю распяток моего дня, вот. И начинаю решать там дела свои, там, либо у меня тренировка утром, либо у меня тренировка вечером. В зависимости от по ситуации. У меня каждый день может быть по-разному. Тем более, вот после соревнований, они, как правило, дни очень насыщенные. Постоянно какие-то интервью, пресс-конференции. Поэтому, вот, даю, даю, допустим, вот сейчас вам интервью, сейчас поеду после этого интервью тренироваться. А что вы кушаете? Что поставить перед носом? Да, у вас нет вот какого-то особого льда? Ну, особо нету. Но вам все равно надо придерживаться, ну, определенного веса. Веса? Ну, у меня проблем с весом нету. Я не гоняю многое. У меня там 2 килограмма максимум лишнего. Поэтому проблем с весом у меня, как бы, нету. ем сколько захочу пока что, пока нету проблем. И, ну, как правило, у меня утром я кушаю кашу. Вот. Днем там уже первое, второе, там какой-то суп и все остальное. В принципе, как у всех людей. Вечером. Вы с вами себе готовите или вам готовит мама? Мама. Уже любимый ребенок. Я мамин сын. Мамин? Да. Да, мама все готовит. Мама вообще сейчас, как бы, очень благодарен ей. Потому что она вот заботится. Я поэтому и сейчас не горю особым желанием жить отдельно. Там куда-то и, ну, вот. А потому что к Олимпийским играм вот мама тот человек, который меня обеспечит, обеспечивает и обеспечит, я уверен в этом, полную подготовку к этим Олимпийским играм. Потому что я, допустим, еду откуда-то в тренировке, там за 15 минут набрал ее. Вот она, я приезжаю, у меня уже все готово. Я поел, лег спать. Вот так вот. Только, конечно, то, что мы в одной комнате постоянно, и когда она занимается своими какими-то там делами, это, с одной стороны, мне мешает. То есть я не могу там, мне как-то не надо выспаться нормально и так далее. Поэтому подобные вещи. То есть какой-то дискомфорт преподносит. Но в любом случае то, что она со мной рядом, постоянно мне помогает. Это однозначно в этих вот медалях, которые я зарабатываю, выигрываю. Очень большая доля ее помощи. Как вы поздравили маму с 8 марта? А я не был, к сожалению. Где же я был на 8 марта? А я был на сборе. Вот поэтому я позвонил. У нас как? Все вот эти поздравления. Потом, допустим, мы едем, когда есть время, потому что она тоже занятая женщина. И покупаем то, что ей нравится. Вот сейчас она хочет там, к весне, какой-то гардероб с недель обновителей, освежить. И будем этим заниматься. Какой хороший сын. Скажите, если бы, ну вот, в дальнейшем у вас будут дети, на какой вид спорта вы бы их отдали? Ну, как правило, я думаю, что на какой они захотят. Главное, чтобы им приносило удовольствие этот вид спорта. Но вообще будете, ну вот, будете наставить на борьбе? Нет, не наставить на борьбе. Вообще наставить на то, чтобы не занимались спортом. Ну, в принципе, если ребенок хорошо учится, и у него какие-то другие интересы, настаивать не буду. Пусть всегда развивается в других плоскостях, каких-то не обязательно в спортивных. Главное, чтобы он чем-то был занят и там не шатался где-то по улице, вот, и смотрел непонятно на что, а имел какое-то развитие. А каким бы видом спорта вы занялись, если бы не греко-римская борьба? Ну, мне нравится, мне нравится, допустим, большой теннис. Мне нравится, там, бокс. Ну, бокс мне больше нравится наглядать для бокса. Вот. Ну, есть такие спорты, которые мне нравятся, но я понимаю, что, допустим, для бокса у меня, ну, по крайней мере, сейчас уже, на данный момент, не всем подходящая фигура, строение. Вот. Для тенниса в детстве просто мама хотела, у меня мечта была, чтобы я стала теннисистом, но это дорогостоящий вид спорта, вот, поэтому, а так как мы жили достаточно бедно, мы не могли себе позволить заниматься теннисом. Вот. Потом, что еще? Ну, есть такие виды спорта, которые мне нравятся, но просто мои данные не совсем позволяют им заниматься. Вот. По тем или иным причинам не вышло, короче. Недавно я в СМИ узнала о том, что президент Украины подарил федерации, вручил, даже не подарил, а вручил федерации футбола Украины и сборной команде Украины футболистам оружие. Как вы к этому относитесь? У вас есть оружие? Вот он им вручил пистолеты, не знаю, какие-то автоматы перед чемпионатом Европы. У вас есть оружие? Не раз. Оно нужно вам? Не знаю. Оно вам нужно вообще? У меня есть, мне тоже подарили пистолет травматический. Я уже сделал на него разрешение. Ну, как бы я его не ношу с собой. Правила. И только в редких случаях, когда там действительно подозреваю, что может быть какие-то там неприятные моменты, когда приходится его с собой брать. А так просто мне подарили, меня завели в оружейный магазин и сказали, выбирай что хочешь, что я могу в оружейном магазине выбрать. То есть только какой-то там, там были, ну там были и ножи всякие, но это почти пятый мир у меня сделали такие, такой подарок. Ну, я выбил себе пистолет. А что касается сборной нашей по футболу, я как бы не знаю, чем руководствовался, тем более какой пистолет боевой или травматический им дали. А вот я не знаю, не указали. Ну, вот, в том-то и дело, что непонятно. Ну, президент, насколько я знаю, может выписать разрешение и на боевой пистолет. И для чего это им тоже непонятно, я как бы не знаю. То есть я такой человек, что считаю, что оружие, сейчас просто у нас действительно уровень криминала в стране подрос, поэтому сейчас видите, и машину гоняют постоянно, и в квартиры воруют, и там еще какие-то непонятные вещи происходят. Поэтому действительно люди боятся, люди себя хотят хоть каким-то образом обезопасить, хотя бы вот травматическим пистолетом, либо какими-то баллончиками там, средоточивыми и так далее. Я перейду к такому более оптимальному варианту. Я недавно узнала о том, что вас номинировали на премию Люды на Року в, господи, в номинации «Спортсмен года». Как вы к этому отнеслись и чья была эта инициатива? Ну, это была инициатива организаторов. Я положительно отнесся. Вот 26 числа будет на рождение во дворце спорта. Ой, во дворце Украины. Да, там у меня серьезные соперники. Мария Музычут, шахматистка, и Павел Тимошенко, пятиборец. Поэтому пускай победитель сильнейший. Вы верите в свои силы? Да, конечно. Ну, а что не верить? Раз я оказался в этой тройке, значит, по идее, я уже один из лучших, из своих лучших. Поэтому дело за малым осталось, что тогда выиграть украину. Кто вас, кроме мамы, поддерживает на всех мировых стартах? Возможно, у вас есть какой-то отдельный болельщик, который с вами постоянно ездит? Или у вас такого нет? Нет. К сожалению, у нас нет такого болельщика, который постоянно конкретно со мной ездит. У нас есть, например, у нас есть папа, брат, такие близкие родственники, либо просто очень близкий человек ему. Но у меня как бы здесь есть люди, которые меня поддерживают и морально, и финансово плане. И дают там деньги на медикаменты, потому что у нас с медикаментами проблема. А так, чтобы прям ездил. У нас есть, допустим, Сазонов Олег, мой сейчас второй тренер. Он как бы тоже приезжает на соревнования. Вот он был в Лас-Вегасе, сейчас в Вику прилетел тоже. То есть переживает, помогает, болеет. Вот, ну, как бы он еще, у меня тоже там есть пару парней. Ну, он, в принципе, болеет за всю сборную. То есть не надо сказать, что человек прямо конкретно за мной приехал, за меня приехал. А мама к вам приезжает на соревнования? Нет, мама один раз пришла на турнир. Сейчас это было очень давно, где-то в 2004-й. Вот, она пришла на турнир, Колчинского в Манеже. Вот, и я боролся, и она подняла такую бучу, там, начала кричать, ну, болеть сильно. Она очень сильно активно болельщица. После этого я попросил ее больше не посещать на соревнования, чтобы люди как бы не оглядывались, не за турнир, что за женщина пришла. Вот, и как бы с тех пор она даже не смотрит онлайн-трансляции. Она так сильно переживает. Она ходит в день моих соревнований в церковь, ставит свечку, вот, и просит Бога, чтобы он мне помог. А так уже узнает о результате после того, как я отборолся. У вас есть какой-то талисман, вот, с которым вы ездите всегда на соревнования? Возможно, это какая-то, ну, маленькая безделушка. Нет, как-то раньше у меня были такие моменты, что я там считал некоторые вещи своими талисманами. Ну, как правило, они потом со временем терялись, и нет, крестик вот нашел. Вот такое дело с моим крестиком, я его терял, наверное, уже раз 30. Вот, и бывали такие случаи, что уже как бы нет вариантов, чтобы я его нашел. И все равно его находил, вот, как я не знаю, как это так мало получилось. А где находили? Вот в разных местах. Один раз там какая-то бабушка случайно забрала, потом, короче, через кого-то, она сказала, что я там нашла крестик. Вот, а я уже неделю его искал, я уже, как бы, думал, где мне купить новый. Вот, и потом он у меня, как бы, возвращался. И там, ну, очень много разных моментов было. И уезжал со сборов уже, все, как бы, я думал, что, ну, я его потерял, не мог найти. Вот, и потом все-таки, на следующие сборы мне там кто-то его преподнес. Вот, то есть такие вот моменты, иногда, как бы, какие-то магические происходят. Дорогая-то судьба. Видимо, вот это ваш талисман, институт. Да, это мой талисман и есть, потому что он, в таких даже, казалось бы, ситуациях, когда уже, ну, нету варианта, чтобы я его нашел, он всегда потом как-то отыскивает меня. Какое у вас хобби? Так, как такового хобби у меня нету. Ну, вот чем вы любите заниматься в свободное время? Так, как такового хобби у меня нету. Ну, вот чем вы любите заниматься в свободное время? В свободное время встречаюсь с друзьями, там, занимаюсь псом. А что у вас за собака? Китайская хохлата, как Астер зовут. Давно? Да, уже вот скоро будет 7 лет ему. Уже мы его кастрировали, пополнял такой кабан стал. Мы его любим, невзирая, не надо. Там были такие медицинские предпосылки для того, чтобы для его кастрации, конечно. Сейчас мама там, конечно, жалеет, говорит, зачем это сделали. Но это нужно было, действительно, потому что была угроза его жизни. Ну, вот, ну и, ну, короче, провожу время, в принципе, как все остальные обычные люди. Гуляю, хожу в кино, хожу в кафе. Просто у меня не так много свободного времени, вот единственный момент. Поэтому очень много людей, которые постоянно, они, как правило, там, после соревнований меня поздравляют, там, просто поздравляют. Потому что, когда от тебя все отстанут, набирай, мы с тобой встретимся. Потому что мы все понимаем, сейчас очень, как бы, пристальное внимание к тебе. А вот тоже, когда это внимание чуть угаснет, набирай, и будем рады тебя видеть. А где вас можно чаще всего в Киеве увидеть? Может, у вас есть какое-то любимое место? Нет. Нету такого? Я очень плохо Киев, честно, знаю. И особенно места. То есть я не бываю там ни на каких вечеринках, ни на каких этих. Единственное, что, вот, на своем районе, как бы, часто гуляю, потому что я там, когда хорошая погода, могу на стадионе бегать, там, с резиной работать. Ну, собаку, соответственно, выгуливаю вокруг школы, там, своей бывшей. А где учили? 271-я школа на Мастинской. Вот. Бегаю, кроссы, вот, пущу нас там, далеко на Инградоре. Вот, я люблю на трамвае заезжать вглубь этой пущей, и потом обратно, вот, бежать кросс. Ну, вот, такие моменты. Ну, это тоже, когда хорошая погода. Ну, на самом деле, я вот замечаю, что сейчас я чуть-чуть, как бы, мои, не то, что возможно, ну, может, даже возможности у меня другие получили, стали. И я, раньше я был такой, знаете, как, мне вообще по барабану было, какая погода, там, мороз, не мороз. То есть я выходил в этой пущей, у меня в субботу был железный кросс. То есть сейчас, конечно, ну, в связи с тем, что боюсь, там, знаете, простудиться. Вот. И сейчас я более осознанно подходил к этим моментам. Я вижу, если сильно холодно, я могу пойти там в бассейн поплавать, либо побегать на беговой дорожке. То есть я уже, как бы, не такой, у меня там были порваны какие-то кроссовки раньше. И я вот этим по трамвайным колиям, да. А бывало, я выбегал, допустим, зимой, там, в четыре, как бы, еще вроде как, ну, не совсем темно было. Добегаешь до пущей, я делал круг от своего дома, получается, как бы, на площадь Шиченко выбегал. И вот пущей, потом через Виноградов возвращался, такой, не знаю, там, километров 10 нас точно есть. И уже, как бы, непосредственно к пущей подбегаешь, темень, ну, я не знаю, ну, просто вырви глаз. И этот, и страх, я даже не боюсь бежать, ну, не боюсь, ну, как бы, не тяжело мне бежать. Просто сам факт в том, что мне просто страшно, потому что каждый шорох я оглядываюсь, я бежал в наушниках, сразу наушники снял, когда пущу, пущу, это мне же кажется, что кто-то за мной бежит. Вот, поэтому такие вот моменты, что сейчас я, конечно, ну, как бы... Сколько вам было лет, когда? Лет 18, то есть, наверное, такая была мужская безбашенность. Вот, я дошел на такие моменты и прибегал, там у меня мокрые ноги были, то есть сейчас я не допускаю такого, потому что, ну, болезни не выбивают спортсменов на продолжительное время, а потом восстанавливаться долго. У меня такой вопрос к вам, наверное, у многих спортсменов возникали мысли, когда-нибудь покинуть большой спорт, возможно, из-за травмы, возможно, из-за каких-то других проблем, причин, возможно, у кого-то были проблемы в семье. У вас возникали такие проблемы? Вот такие вообще вопросы у самого себя, у души, возможно? Ну, в последнее время нет. Когда я еще был молодой спортсмен, вот, еще в школе учился, возможно, бывали, потому что у меня там были трения с моим тренером, вот, и там, ну, по различным поводам, и мне, как бы, я часто приходил домой, я говорю, так, все, мне все надоело. Этот Виталий Александрович, он тебе тренинг, мама говорит, что Виталий Александрович, там, он потом мне наговорил, вот, и я говорю, все, я не буду больше заниматься борьбой. Вот, ну, и в любом случае отходил потом и возвращался. Ну, я уже, как бы, в то время даже не представлял, что может мне заменить борьба. Борьба – это то, чем я тогда уже жил, будучи в школе. Все знали меня в школе, что я занимаюсь борьбой, вот, все спрашивали, там, по поводу моих соревнований. А в один из вас я уже даже практически в школу не ходил, вот, потому что постоянные разъезды, сборы, и все понимали, все входили в положение и более знали мой потенциал по учебе. И даже, как бы, ну, мне кажется, что завышали мне оценки. Да. Да, завышали, я закончил, как бы, хорошистом, ну, как бы, шли, видели, что я, в принципе, парень способный по учебе, но из-за того, что у меня не было времени, ну, и, может быть, где-то желание, там, знаете, как бы, брать инициативу свои руки, на сборах там читать физику, либо, там, учить математику, вот, конечно, в большом желании это можно сделать, но, как правило, на сборах не об этом думаешь. Конечно. И они, там, ну, Жанн хороший хлопец, там, оставим тебе не 9, а 10. А какой ваш любимый рондо в школе? Ой. Кроме физкультуры, наверное. На физкультуру я не ходил. Вот и дело, что... Наверное, все спорты, на физкультуру не ходят. В физкультуре я только с физруком разговаривал постоянно, ну, где ты был, рассказывал, и я-то начинаю рассказывать, и я-то на соревнованиях, и на соревнованиях, а так, как бы, физкультурой особо не занимался уже. Потому что у меня после физкультуры еще была тренировка, зачем не заниматься. Ну, да. Мы все понимали. Вот. Только есть, надо было где-то, там, на соревнованиях, кто-то, да, уже, конечно, я, там, первый, первый этот, я уже иду, подтягиваюсь, там, для школы и все остальное. А, что касается, ну, ДПЮ нравилось, у нас просто учитель был такой смешной. Да, у нас, как бы, в принципе, все, все наши преподаватели, вот, как-то так я владел с преподавательским составом всех школ, и все ко мне нормально относились, все спрашивали, интересовались, там, моей спортивной жизнью, и, ну, находил общий язык, так, как бы, выделить что-то конкретное, сейчас уже, как бы, и не вспомню, наверное, потому что 10 лет уже, по сути, прошло после того, как я, ну, 10, чуть меньше, но сам факт в том, что давно это уже все было. Историю не любил, вот, точно, только можно сказать, единственное, что не любил историю. Вот, с историей, я, как бы, у меня дела были очень плохи, ну, потому что я ее не учил. Вот, ну, и, получается, и, как-то, вот, меня спрашивали, я, ну, как бы, прочитал там пару строчек перед, непосредственно перед уроком, вот, и, конечно, там, начал рассказывать какие-то непонятные вещи, то есть, которые, там, факты, которые не совпадали с реальностью, вот. И, ну, и, получается, такой, как бы, урок, там, где нужно, ну, знать даты, то есть, он конкретный, вот. Вот, а я, как бы, больше специализировался там, где нужно что-то придумать было, то есть, где можно, там, дофантазировать, что-то, там, от себя добавить. Вот, я специализировался по таким вещам. Я мог бы сразу, там, допустим, если некоторые дети не могли придумать какое-то сочинение, то и для меня сочинение придумать, это вообще не вопрос. Особенно, если вы не написали, если вы на словах, надо сказать. Да, я там уже, там, в таких красках рассказывал все, вот, а так, к сожалению, с историей, что касается точных наук, ну, математика у меня была нормально все, но потом, когда я начал ездить уже, просто постоянно систематически пропускал темы и уже, как бы, не вариант было наверстать все это дело. У меня к вам такой каверзный вопрос. А страдаете ли вы женским вниманием к себе? Вот у вас есть какие-то, я не знаю, возможно, какие-то поклонницы ярые, которые вот просто от вас не могут отлипнуть? Ой, я, наверное, воздержусь от этого вопроса. Почему? Это они есть. Я стараюсь на это не отвлекаться. Любимой девушки у вас нет? Тоже не буду отвечать на такие вопросы. Я не отвечаю на такие вопросы, потому что, ну, не считаю нужным. Личная жизнь, то есть для того она и дана, для того, чтобы быть личной. Скоро 1 апреля, и как вас разыгрывали? Какие, возможно, у вас, ну, возможно, вас друзья как-то разыграли так, что вы запомнили это на всю жизнь? И планируете ли вы разыгрывать в этом году кого-то? Ой, ну, когда у нас, наверное, на сборах у нас такие моменты, когда меня разыгрывают, буквально перед Европой, конечно, все думают, что, ну, что я не знаю, не догадываюсь, но я практически не столько же уверен, меня, короче, как бы украли кроссовки. Вот. Ну, как украли, я их просто забыл. Не-не-не, вот перед, месяц назад. Вот. И потом они к концу сбору нашлись, вот, но у меня как бы весь сбор ходили, намекали, что, ну, посмотри, может, на втором этаже они где-то там валяются. А я думал, ну, что они окажутся на втором этаже? Если их украли, по идее, ну, как бы, что их прятать на второй этаж? Если украли, то украли. Вот. Потому что все-таки я не касаюсь на втором этаже, и даже, ну, и я предполагаю, там есть там такие два, двое ребят, которые, с которых мы постоянно у нас, ну, как бы, то я их разыгрываю, то они меня, вот. И я думаю, что, тем более, один из них нашел эти кроссовки. Вот. Я думаю, что все-таки там не без их участия происходил этот розыгрыш с меня. Поэтому у нас в коллективе, в Борцовском, мы постоянно разыгрываем, прикалываемся, смеемся, вот. А что касается, там, привязки к первому отеля, она, как мне, необязательна, потому что, ну, ждать целый год для того, чтобы тут пошутить, мне кажется, это глупо, можно сейчас ждать, там, как-то. А что мечтает известный украинский спортсмен Жан Балинук? Ну, во-первых, я мечтаю, чтобы закончилась война, вот, чтобы Украина уже зажила, как полноценная, мощная государство, на самом деле, потому что у нас даже по территории, мы настолько мощная страна, с ума сойти, с огромным потенциалом, ну, видите, никак не получается даже зажить по-людски, вот. И чтобы все нормализировалось, чтобы не было вот этих вот разногласий между, по сути, братским народом, вот. И мы же, как бы, обрели какую-то новую для себя жизнь, в любви, в согласии, вот. Ну, а что касается, там, моих спортивных моментов, то, конечно, выиграть, сейчас выиграть для Украины золотую медаль Олимпийских игр, в Кио-де-Жанейро. Наверное, там, на данный момент моя главная мечта, вот. Я такой человек, что у меня постоянно появляются какие-то новые мечты, ну, я их называю даже не мечтами, а целями, вот. Для меня осуществление своей цели, то же самое, что была моя мечта, вот. Как бы, я, слава Богу, что у меня получается их потихоньку осуществлять, вот. И, как бы, можно считать, что я счастливый в этом плане человек, потому что все, за что я берусь, ну, по крайней мере, сейчас, на данный момент, фу-фу-фу, оно рано или поздно осуществляется, вот. И дай Бог, что все продолжалось в таком, в таком же ключе, и все мои планы, которые я там себе запланировал, сбывались. Я хочу поблагодарить вас за разговоры, за то, что вы к нам пришли, уделили нам время, ну, естественно, хочу пожелать вам победы на Олимпийских играх. Наверное, это самое главное сейчас для украинских спортсменов. Так что, удачи вам. Спасибо.